В эти минуты идет ожесточенный бой. Украинская армия штурмует город, применяет тяжелую артиллерию. В небе боевая авиация. Направление главного удара силовиков в поселок Семеновка рядом со Славянском. Два истребителя и два вертолета ВВС Украины бомбят поселок. И как только что стало известно, буквально ВВС Украины нанесли очередной ракетный удар по поселку. Есть жертвы и ранены. Среди мирного населения их количество сейчас уточняется. В силовике обстреливают село Черевковку. На Славянск сейчас идет бронетехника. Есть информация, что это танки. В разных частях города слышны автоматные и пулеметные очереди. Ожесточенный бой идет на северо-востоке Славянска. МВД Украины заявляет об уничтожении блокпостов ополченцев. Один из них рядом с поселком Красный Лиман. Разбомбила штурмовая авиация ВВС. И как раз к Красному Лиману стянуто до 40 единиц бронетехники. В ходе боя защитники города подорвали мост в селе Былбасовка на западе Славянска. И по последним данным отряды ополчения подбили несколько БТР, танк, еще несколько вертолетов и штурмовик Су-25. Уже появились первые данные о потерях силовиков. Один человек погиб, более десятка тяжело ранены. Ополченцы сообщают о гибели пятерых. И называют сегодняшние бои самыми ожесточенными за все время карательной операции. Мы связались с народным мэром Славянска Вячеславом Пономаревым. И вот что он рассказал о ситуации в городе. В Краматорске сейчас идет бой в районе аэродрома. Армейские подразделения применяют тяжелую артиллерию и крупнокалиберные пулеметы. В воздухе находятся вертолеты. Ополченцы на бронетехнике выдвинулись в сторону аэродрома. Бои идут и на въезде в город. В районе поселка Ясногорка украинские силовики взорвали автомобиль с местными жителями. Три человека погибли. Под обстрел попала и карета скорой помощи. Она приехала на место трагедии. Сейчас перестрелка в Краматорске продолжается. Ополченцы призывают людей не выходить из дома. Украинские силовики начали наступление и в Луганской народной республике. Там, в селе Воеводовка, под северодонецком, армейские подразделения из артиллерийских орудий обстреляли блокпосты ополченцев. В штабе ополчения заявляют, несколько снарядов разорвались в частном секторе возможной жертвой среди мирного населения. Рядом с Воеводовкой большое хранилище топлива и поэтому остается риск возгорания и взрывов. Украинская МВД сообщила, что недалеко от Воеводовки, в северодонецке, уничтожен лагерь ополченцев. Ну а сами ополченцы уже опровергли эту информацию, заявляя, что удерживают свои позиции в этом городе. И с минуты на минуту в Брюсселе начнутся трехсторонние переговоры по газовому вопросу. Уже сейчас известно, что Украина будет настаивать на снижении цены, а также выполнении пакета требований. Он включает возврат прежней стоимости и переплаты за газ, а также отмену принципа «бери или плати». В «Газпроме» удивлены требованиям на автогазы Украины немедленно подписать дополнение к контракту. Они, как поясняют в «Газпроме», полностью изменяют сам контракт. Ну а кроме того, в компании возмущены позиции украинской стороны, когда уже согласованную сумму долга начинают оспаривать. Сейчас в «Газпроме» сообщают, что готовы к дальнейшим переговорам, но только после полного погашения задолженности. Когда присылают документ с подписью и с печатью, и говорят, подпишите немедленно. Ну это же, ну это не серьезно. Есть все-таки какая-то практика ведения переговоров. «Газпром» в очередной раз пошел на встречу, отложив применение практики предоплаты еще на неделю. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на РЕН-ТВ.